Меня зовут Илья Чех, я являюсь сооснователем и генеральным директором компании Моторика. По образованию я инженер робототехник и собственно всю жизнь занимаюсь тем, что создаю различные робототехнические девайсы. В частности сейчас мы занимаемся разработкой протезов. Мы основали компанию в 2013 году вместе с моим партнером Василием Клебниковым и ставили перед собой изначальную задачу сделать благотворительный проект. Мы не хотели из этого делать стартап, делать бизнес. Я тогда был инженером робототехником, работал на заводе, партнером был свой бизнес производственный. Мы хотели показать возможности промышленной трехмерной печати, современных цифровых технологий в производстве, что можно создавать модель какую-то, создавать какой-то продукт, печатать его и он будет уже готов к эксплуатации сразу из принтера. И протезирование оказалось нам идеальным кейсом для того, чтобы показать возможности современного цифрового производства, когда мы можем создавать индивидуальное изделие, полностью заточенное под конкретного человека, под то, как он будет его использовать, и при этом произведенное очень быстро, очень дешево, благодаря современной технологии. И по мере погружения в эту тематику мы начали общаться в целом и со специалистами в отрасли, и к нам начало приходить очень много запросов от взрослых, от родителей детей, кому нужны такие протезы. И мы увидели огромную проблему в том, что в России вообще никто не занимался тогда разработкой функциональных протезов, особенно для детей. И как впоследствии оказалось, собственно, в мире тоже. То есть с точки зрения детского протезирования, серьезных компаний, которые бы занимались разработками, даже в мире их в принципе нет. Поэтому мы, наверное, через полгода после запуска проекта решили перевести его все-таки в формат более серьезный, попробовать сделать из этого стартап, сделать компанию и решить, собственно, проблему системно. То есть не просто произвести там несколько протезов и показать возможности и технологии, но создать новый тип продукта, функциональные протезы для детей, для взрослых с упором на сервис, на индивидуализацию, на максимальное применение, в том числе и IT-технологий, которые в то время активно развивались. И мы поняли, что в принципе в этом есть огромная, скажем так, перспектива для маленького стартапа, маленькой компании, которая сфокусирована только на решении проблем, связанных с протезами верхней конечности. С детства, еще со школы, мне очень легко давались технические дисциплины, как математика, физика, астрономия. Мои родители были математиками, ну и сейчас есть, собственно, тоже занимаются этим. И я понимал, что я буду двигаться дальше по стезе инженера, то есть разработчика. Еще в школе я не знал точно, в каком именно направлении буду двигаться, но когда выбирал университет, то выбирал максимально интересное, как мне тогда казалось, направление робототехники, мехатроники. И, соответственно, ну что называется, угадал. То есть это мне безумно нравилось учиться и заниматься то, чем мы занимались, собственно, в университете, потом там, пока я работал на заводе. И в какой-то момент я понял просто, что мне нужна более интересная работа с точки зрения сложности. То есть я тогда работал инженером-конструктором, мы там создавали упаковочные линии для пищевых производств, и я понимал, что мне хочется все-таки подходить к робототехнике более комплексно. Потому что робототехника – это и конструирование, и программирование, и электроника. То есть это синергия очень широкого спектра технологий. И я начал искать новую работу в тот момент. Понял, что в России, в принципе, не было компаний, которые бы занимались роботами в том или ином смысле. И в этот момент, собственно, пришло понимание, что нужно делать что-то свое. То есть какой-то свой проект запускать, какую-то свою компанию делать, да, и заниматься этим делом, собственно, которое мне очень нравилось. Когда я учился в университете, в магистратуре уже, я познакомился с ребятами из команды «Сильноход», которая занималась разработкой частного российского лунохода в рамках конкурса Google Lunar X-Price. Это был международный конкурс, цель которого была, собственно, доставить частный луноход на поверхность Луны и выполнить определенные задачи. И поскольку у меня с детства я увлекался тоже космосом, и там одно из возможных направлений, в которых я мог пойти учиться, это в том числе и космическая техника, и разработка космической техники, мне очень хотелось, собственно, поучаствовать в таком проекте, познакомиться с ребятами, которые, собственно, работают в этой сфере. И я присоединился к этой команде. Это было, наверное, на пятом курсе, вот только началась магистратура. Я к ним присоединился как инженер-конструктор и занимался разработкой, собственно, этого лунохода, шагающего механизма, механизма, который забирал грунт с поверхности. И это был такой хоббийный проект, скажем так, который мы с командой в конечном итоге довели до прототипа. Написали даже целый там прям эскизный проект, там страниц, наверное, 60-70 обоснования, как что нужно делать. Защитили его тогда в центре Хруничева, по-моему. Но в конечном итоге ребята не смогли найти финансирование на дальнейшую работу, уже на запуск, на разработку более серьезного прототипа. В итоге на этом все остановилось. Но, тем не менее, мы доказали, что мы можем разработать работающую модель, работающий прототип, собственно, такого лунохода. Мы его потом свозили в Америку, ездили на макет испытательной марсианской станции, где команды со всего мира могут подать заявку и вот на двухнедельную изоляцию приехали на эту станцию и заниматься какими-то исследованиями. Такая некая симуляция, скажем так, марсианской экспедиции. И мы туда, соответственно, с луноходом нашим ездили, там по пустыне его гоняли, проводили испытания различные. В общем, было очень интересно. Когда мы создавали нашу первую команду в университете, которая занималась различными проектами в области робототехники, то есть мы тогда делали там и шагающих роботов, и занимались коптерами, и делали там гиростабилизированные подвесы для съемок. То есть нам был, в принципе, интересный очень широкий спектр. И в тот же момент мы занимались в том числе и проектом по протезированию. То есть это был один из наших проектов. И так получилось, что проект по протезам получил максимальную, скажем так, наибольшую поддержку и со стороны пользователей, и со стороны государства, поскольку у нас этот рынок полностью государственный. То есть мы работаем полностью с госзаказчиком. И мы увидели, что в этом была максимальная перспектива с точки зрения продолжения развития этого проекта, получения какого-то финансирования, выхода на рынки и так далее. То есть это была понятная бизнес-модель с точки зрения дальнейшего развития. Кроме этого, направление бионики, направление не только протезирования, но и впоследствии искусственных органов и так далее, на мой взгляд, является наиболее перспективной вообще отраслью робототехники, которая только может быть. То есть и здесь у меня, как у разработчика, было стремление оставить максимальный вклад в том направлении, которое я считал наиболее интересным. То есть резюмируя, можно сказать, что с одной стороны продукт оказался действительно полезным и получил поддержку, с другой стороны это было наиболее интересное направление приложения, скажем так, моих навыков, моих сил в то время. Сейчас у нас в штате около 70 человек. Есть еще ребята на аутсорсе. Плюс очень много мы работаем со стажерами. Это, собственно, одно из моих направлений, моей деятельности. Это как раз научные исследования, которые мы проводим в том числе и со стажерами. То есть в год у нас, наверное, около от 50 до 70 человек проходит стажировку на разных абсолютных позициях, там и технических, и маркетинговых, и продавцы есть и так далее, и так далее. И, собственно, мое направление, моя работа – это как раз-таки брать талантливых стажеров, искать их, и с ними создавать прототипы, создавать, проводить эксперименты по каким-либо новым направлениям, которые мы впоследствии будем внедрять в наши серийные продукты. В России цифра количества людей, которые нуждаются в протезировании рук, она очень приблизительная, потому что, к сожалению, не существует точной статистики, сколько таких людей в России, но по нашим оценкам и по оценкам экспертов это порядка 40-50 тысяч человек. Соответственно, в год требуется около 60 тысяч изделий, учитывая, что частично это дети, которые постоянно растут, им нужно менять, это опарники, то есть люди, которые используют по два протеза и так далее. При этом в год у нас производится в России порядка от 8 до 10 тысяч изделий. То есть, в принципе, недостаточное производство пока что налажено с точки зрения обеспеченности всех, кому нужны протезы. И на самом деле, как оказалось, примерно такая же ситуация в целом и по миру. То есть, если взять даже более развитые страны, Европу, Америку, то даже там среди тех, кому нужны протезы, реально ими пользуются только 15-20% от населения. За прошедшее время, это с 2015 года, когда мы, собственно, начали уже производить протезы, мы изготовили более полутора тысяч изделий. Все протезы, которые мы делаем, функциональные. То есть, это достаточно хорошая цифра, потому что, допустим, тех же зарубежных протезов функциональных в России ставится всего около 100 штук. Мы при этом производим уже больше 200 штук в год именно роботизированных высокофункциональных протезов. В целом, на этот год у нас план около 1000 изделий. И в дальнейшем, поскольку мы сейчас берем фокус на международное развитие, на выход на зарубежные рынки и достаточно такое экспоненциальное масштабирование, то в следующие года мы планируем рост от 3 до 5 раз в количественном выражении. То есть, это 3000 изделий, потом 9-10 тысяч изделий и так далее. В целом, протезы можно разделить на три направления больших. Это косметические, то есть, которые имитируют просто внешнюю руку. Это рабочие, то есть, это протезы для спорта, протезы для ремонта с различными насадками. То есть, в таких протезах есть специальное гдездо, в которое ты можешь вставить молоток или вставить отвертку. То есть, это такие вот рабочие инструменты. И третий большой сегмент – это функциональные протезы. То есть, протезы, которые обеспечивают функцию схвата и какие-либо дополнительные функции. И мы, когда запускали проект, мы изначально приняли для себя, что мы работаем только в функциональном сегменте. То есть, нам не интересно делать косметические протезы, нам не интересно делать рабочие протезы. Мы хотим делать функциональные протезы, причем с расширенным именно цифровым функционалом. Поскольку в современном мире ценность взаимодействия протеза и физического объекта, она уже не такая, как раньше. Сегодня гораздо важнее, чтобы человеку было удобнее работать в интернете, работать с сенсорными экранами, с компьютерами, с другими гаджетами, нежели просто взять стакан, помочь себе одеться, покушать и так далее. И мы изначально были сфокусированы на том, чтобы создавать протезы, которые бы работали не только с физическим миром, но и помогали человеку, то есть ассистировали человеку, в том числе и в цифровом мире. Функциональные протезы при этом можно разделить на два направления. Это тяговые протезы и роботизированные бионические протезы. Тяговые протезы работают за счет мышечной силы самого пользователя, то есть если мы сгибаем сустав, протез выполняет какую-то функцию схвата. Это может быть кистевой сустав, локтевой сустав и так далее. Роботизированные протезы, они, соответственно, работают за счет специальных датчиков, которые считывают мышечные импульсы. То есть когда человек представляет какое-то фантомное движение, то есть даже если у него нет руки, он все равно может представить, как он двигает отдельными пальцами. Даже если он родился с таким недостатком, все равно у него в голове есть полная картина тела, и он может представить отдельное движение. И мышцы при этом, которые сохранены в предплечье, там, либо в плечевом сегменте, они пытаются выполнить эту команду, сокращаются. И вот это сокращение датчик, который мы тоже разрабатываем, считывают и передают команду на выполнение какого-либо жесток, заранее запрограммированного в этот протез, при превышении определенного порога активности той или иной мышцы. Стоимость протезирования в целом очень такой гибкий параметр, поэтому невозможно точно сказать, что там протез будет стоить 100 тысяч рублей и все. Потому что он зависит от типа травмы, от итогового функционала, который хочет пользователь. Даже от материалов, которые будут использованы в процессе изготовления, собственно, культеприемной гильзы. То есть там очень много факторов, которые накапливают и дают определенную стоимость. В целом, если говорить про детские протезы, то цена будет варьироваться примерно от 100 тысяч рублей до, наверное, 200 тысяч рублей. То есть это цена, по сути, годовая подписка с гарантией на год. Мы обеспечиваем ребенка протезом, реабилитацией, различными дополнительными материалами, то есть технической поддержкой 24 на 7 и так далее, и так далее. То есть у нас фокус, вот именно в нашей компании фокус больше сделан даже не на железо, а на сервис. То есть на то, чтобы сделать протез, да, но и самое главное научить потом человека, там, ребенка или взрослого этим протезом пользоваться. Потому что это, собственно, самый главный аспект, это именно обучение. И это тоже, опять же, входит в эту стоимость. Если говорить про роботизированные протезы, то там цена будет отличаться еще больше, потому что есть роботизированные протезы, которые выполняют один схват, то есть такой общий схват в щепоть. Они более простые, более дешевые, там, у них цена начинается где-то, наверное, от 250-300 тысяч рублей в базовых комплектациях. Высокофункциональные протезы, которые позволяют, собственно, двигать каждым пальцем, распознавать некоторое количество жестов, там цена может доходить, там, до полутора, до двух миллионов рублей. Зарубежные образцы подобные, они стоят, там, в районе, там, от трех до шести миллионов рублей. Даже если мы смотрим роботизированные протезы, то они тоже очень сильно делятся по степени функциональности своей, скажем так, да. То есть есть низкофункциональные роботизированные протезы, которые просто выполняют один схват, то есть возвращают функцию схвата человеку. Есть более высокофункциональные, которые, во-первых, могут двигать, там, каждым пальцем делать разные жесты. Во-вторых, мы дополнительно наделяем их тем самым цифровым функционалом. То есть это специальные сенсорные пальцы для работы с сенсорным экраном, это, там, пайпас-модуль для оплаты покупок, GSM-модуль, модуль телеметрии, там, Bluetooth-модуль для того, чтобы можно было принимать звонки, передавать на гарнитуру и, по сути, там, не пользоваться телефоном вообще, то есть работать через протез и так далее, и так далее. То есть мы, у нас достаточно широкий спектр опций, которые мы можем реализовать для человека, там, вплоть до того, что, не знаю, человек будет ходить Wi-Fi раздавать протезом условно. Вот, то есть здесь технологически можно сделать много всяких разных интересных штук, и от этого вот в итоге будет зависеть и функциональность, и, конечно, стоимость. Если говорить про самые функциональные протезы, которые сейчас есть в мире, то есть отличные модели в США, которые разрабатываются агентством DARPA, это военное агентство, собственно, исследований. Это не продуктовая, скажем так, технология, в том плане, что это не готовый протез, который можно поставить человеку, это скорее такой научно-исследовательский проект, который показывает возможности, то есть современные технологические возможности. И вот у них получилось, собственно, создать протез, который полностью имитирует всю руку, от плечевого сустава до последних фаланг, до кончиков пальцев. 17 степеней подвижности активных, 10 степеней пассивных, то есть там можно управлять прям всеми движениями, как естественная рука. То есть с точки зрения механической ловкости уже сегодня мы можем практически на 95% повторить ловкость руки человека. Но при этом с точки зрения системы управления человек не может пока что управлять таким набором, скажем так, функционала. То есть все равно это будут очень ограниченные несколько команд, которые включают определенно заложенные уже в протез паттерны движения. То есть это либо выполнение какого-то схвата, либо перемещение в какую-то точку в пространстве и так далее. И вот все сейчас передовые научные исследования и компании, которые занимаются разработкой протезов, в том числе и наша компания, сфокусированы именно на системах управления, то есть чтобы создать максимально функциональную, максимально интуитивную при этом систему управления именно для таких высокофункциональных протезов. Потому что дальнейшее развивать механику бесполезно, пока мы не достигнем нужного уровня с точки зрения качества управления. Сейчас система управления во всех роботизированных протезах она использует, по сути, поверхностные датчики активности мышц. Соответственно, с поверхности кожи мы можем считать только, по сути, несколько крупных движений. То есть движения кисти вверх-вниз, какие-то макрожесты, когда работает максимальное число, максимальная группа мышц. Для того, чтобы управлять максимально функциональным протезом с точки зрения ловкости, мелкой моторикой выполнять, необходимо считывать информацию с мышц, которые находятся в глубине предплечья или в глубине плечевого сегмента. И для этого нужны уже инвазивные технологии. То есть это невозможно считать с поверхности кожи. Необходимо разрабатывать датчики, электроды, которые будут вживляться непосредственно в этот маленький сегмент мышцы, который отвечает условно за движение мизинца. И этот датчик будет считывать только движение мизинца. Соответственно, вот это сейчас такой самый большой технологический барьер, который есть в сфере протезирования, который постепенно решается. То есть есть проекты международные, в основном в институтах, то есть даже не в коммерческих компаниях, которые исследуют и пытаются разрабатывать и материалы, и вот эти самые электроды, которые можно будет безопасно и с минимальным вмешательством, скажем так, хирургическим, вживлять в нужные сегменты предплечья или плеча. На сегодняшний день самым, наверное, распространенным материалом, который применяется в инвазивных технологиях, как в отчислении, в датчиках, так и, допустим, в суставах, искусственных тех же, это различные сплавы титана. То есть на сегодняшний день титан является самым нейтральным, скажем так, с точки зрения взаимодействия с человеческими тканями и материалом. Но при этом даже он, если помещать его, допустим, не в сустав, где на самом деле идёт минимальный контакт с внутренними биологическими жидкостями, с соединительной тканью, то в суставах титан работает достаточно долго, то есть там несколько десятилетий он может находиться. Но как только мы берём титановый электрод и помещаем его, допустим, в мышцу, то буквально за несколько месяцев этот электрод зарастает соединительной тканью. То есть организм понимает, что это что-то внешнее, и он пытается его купировать, скажем так. То есть срабатывает некий такой защитный механизм, который, соответственно, обволакивает этот материал, из-за чего пропадает, собственно, непосредственно контакт между мышцей и электродом. И он больше не может передавать чувствительность. Если это происходит, то необходимо делать реимплантацию, то есть вытаскивать электрод, очищать его, или выбрать новый электрод и заново его вживлять. Сегодня разрабатываются также перспективные полимерные материалы, которые также практически никак не реагируют с человеческой соединительной тканью. Но реальных успешных кейсов, которые бы вживлялись и находились более пяти лет в теле человека, пока что нет. Самый длительный эксперимент, который сейчас ведется, именно с точки зрения интеграции в протезы и в ту самую мышечную ткань, эксперимент длится, по-моему, около четырех лет. Шведская компания разрабатывала этот электрод, разрабатывала материал. Там, опять же, очень хитрая комбинация металлического сплава, собственно, титана. И пока что у них все достаточно перспективно получается, в том плане, что за четыре года практически никак чувствительность не изменилась. Поэтому вполне возможно, что уже в ближайшее время, собственно, этот вопрос будет решен, и появятся сплавы, появятся в том числе и методы обработки, поверхностной обработки таких электродов, которые позволят этот защитный механизм человеческий, скажем так, купировать и не позволять создавать вот такой кокон вокруг внешних, скажем так, факторов. Здесь есть определенные риски, потому что в целом это такой общезащитный механизм человеческого тела, который невозможно просто выключить, иначе будут гораздо более серьезные последствия. Это я говорю к тому, что в свое время были проекты, которые были направлены на решение данной проблемы с материалами с другой стороны. То есть научные группы пытались, не пытались разработать новый материал, они пытались купировать вот сам механизм защитный. С помощью фармакологии, с помощью препаратов, по сути, выключить те действия, которые принимают клетки человеческого тела, когда в них попадает некий чужеродный элемент. И вот это было очень опасно с точки зрения того, что впоследствии там любая грязь, любая пыль, там любой народный препятствий, который будет попадать, на него организм просто никак не будет реагировать. Поэтому от этой идеи в итоге отказались, и сейчас работы идут в направлении именно разработки максимально нейтральных материалов. Технологии, которые применяются в протезировании, они очень схожи с теми же, что применяются и в, допустим, экоскелетных комплексах, и в протезах ног. Но мы в компании, в команде приняли на себя такое решение, что мы фокусируемся исключительно на протезах рук и, скорее всего, не будем заниматься разработкой различных экоскелетных комплексов. Хотя это направление тоже безумно перспективное, как с точки зрения медицины, так и с точки зрения каких-то промышленных экоскелетных систем. И здесь самое сложное для разработки экоскелетов – это сделать его удобным. То есть, чтобы человек его одевал, чувствовал его как костюм, который, собственно, не мешается, который, когда он нужен, он активируется, он помогает, а когда он не нужен, то, соответственно, он просто ощущается как, там, не знаю, ботинки, штаны, какая-то куртка и так далее. Сейчас те экоскелеты, которые есть, поскольку они создаются в основном для людей с ограниченными возможностями, то вот этот параметр удобства, он является вторичным. То есть он не влияет, то есть, по сути, если у тебя не работают ноги, да, то тебе все равно, как твои ноги ощущают тебя в экоскелете. Но если мы говорим про необходимость экоскелета выходить на масс-маркет, то есть на повседневное использование какое-то там в промышленности или в бытовых задачах, или там в тех же военных целях, то в этом случае экоскелет должен быть максимально удобен, максимально комфортен и при этом обеспечивать, собственно, свои функции. И вот в этом сейчас, собственно, максимальная сложность, скажем так, в этом направлении, в том, чтобы сделать их просто удобными, при этом сохранив весь необходимый функционал. На сегодняшний день есть, наверное, три таких ведущих проекта в сфере экоскелетов. Это, собственно, российский проект «Экзоатлет», это израильский, ну, израильско-американская компания «Револк», которая, если я память не ошибаюсь, была вообще первой, кто вышел на рынок с своим предложением по экоскелетам. И очень хорошая компания, очень хороший проект, он пока что не коммерческий, но он заточен на научные исследования, на тестирование различных концепций с точки зрения экоскелетов. Это японский проект «ХАЛ». Это как раз экоскелет, который старается сделать максимально комфортным то, о чем я говорил, чтобы экоскелет мог пользоваться максимальным спросом не только для медицины, но и для повседневной жизни. И вот японцы – это, по сути, единственная команда в мире, которая задумывается в том числе и об этом аспекте. И, ну, там, наверное, три такие самые известные, самые передовые, можно сказать, проекты, компании в мире, которые я знаю. С точки зрения моего ощущения в компании, то есть что это – это бизнес, это социальный проект или еще что-то, это на самом деле часто вопросы. Нас очень часто называют социальным проектом. На самом деле я считаю, что мы не социальный проект, то есть мы не занимаемся благодарительностью. У нас технологический стартап, R&D-центр, который занимается перспективными технологиями в области робототехники и медицинских роботов. То есть мы, да, мы работаем с инвалидами, с незащищенными словами населения, но мы при этом работаем с ними не с точки зрения того, что вот там всем нужно им помогать, а с точки зрения того, что с нашими технологиями эти люди превзойдут рано или поздно здоровых людей. И вот эту философию мы стараемся доносить и вовне, и в том числе при работе с нашими клиентами. То есть мы им показываем, что твоя особенность в сегодняшнем мире не является недостатком. То есть это возможность для того, чтобы стать гораздо круче, нежели здоровый человек. Поэтому для меня это, ну, как бизнес он вторичен, первично это именно технологическое изменение. То есть тот импакт, который наша команда, наша компания вкладывает даже не просто в человеческую жизнь какую-то, а в развитие общества. То есть мы показываем, что кибернизация современной технологии, импланты, искусственные органы – это некий следующий технологический этап эволюции человека. То есть когда каждый из нас рано или поздно будет использовать те или иные импланты, и мы в конечном итоге перестанем быть просто биологическим видом. То есть нам захочется быть сильнее, быстрее, видеть не только в видимом спектре, но и в аэрфоркастном, в ультрафиолетовом, слышать больше, чем мы слышим сейчас и так далее, и так далее. Почему мне очень нравится заниматься тем, что мы делаем, разрабатывать протезы? Мы, вся наша команда видит результат своей работы максимально четко. То есть там большинство протезирований, которые мы проводим, проходит у нас в лаборатории в Сколково, и каждый наш сотрудник видит результат своих трудов, видит человека, видит ребенка или взрослого, который начинает просто по-другому к себе относиться после получения протеза. То есть это момент изменения самосознания и самоощущения. Особенно это ярко выражается в детях, когда они всю свою жизнь жили без протеза, и они получают свой первый протез, оформленный в стиле супергероя или суперзлодея. То есть у нас такие тоже есть, не все хотят быть героями. И это действительно некий триггер, который заставляет их по-другому оценивать себя, по-другому ощущать себя. То есть они больше не считают, что они в чем-то ограничены. Они считают себя супергероями, они считают себя киборгами, суперлюдьми и так далее. И если говорить про меня, то понимание того, что это то дело, которым ты хочешь заниматься, оно возникло, мне кажется, с самого первого нашего протеза, самых первых наших еще пилотных тогда детей-испытателей. У нас был мальчик и девочка из Москвы, из Самары, с кем мы работали. И при первом получении такого нового нашего протеза и с тех пор, каждый раз, когда я это вижу, у меня складывается ощущение, что ты действительно хочешь этим заниматься, что вот это то, там дело может быть и не всей жизни, но там части жизни точно, на которую ты хочешь потратить, собственно, свое время. У меня в жизни есть, в принципе, две страсти – это киборги и космос, да, поэтому там моя мечта – это создавать космических киборгов, да, то есть это киборги на Марсе, скажем так. И я вполне вижу и представляю с точки зрения технологии, с точки зрения технологического развития, некий следующий этап эволюции человека, про который я уже говорил, и который позволит человеку жить на Марсе без, собственно, скафандров, без необходимости проводить терраформирование Марса и так далее, и так далее. То есть это вот некая моя мечта – внести вклад вот в это развитие, этой отрасли, отрасли бионики, искусственных органов для того, чтобы когда-нибудь, там уже не на моем веку, человек смог жить на Марсе без каких-либо там внешних костюмов, там, жилищ под землей и так далее, и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова